Друзья, всем привет! Мы продолжаем свое путешествие по разбитым дорогам Болгарии. В общем, мы проехали почти всю Болгарию, и вот почти все дороги вот такие вот, ну, я имею в виду, которые не магистрали, а которые трассы, у них вот в таком состоянии, плачевном. Либо ладки, либо волны, либо доска стиральная, либо просто выбоины вот такие вот залиты, непонятно чем. И, в общем, я думаю, наконец-то мы сегодня покинем эту страну. А еще у них здесь полицейских очень много, облавы устраивают, просто так смотрят, кто там что нарушил из-за угла, ставят треноги, расставляют. Вот такие вот дороги, пожалуйста. Вот вон Болгария, член Европы, Европейского Союза, страна. Мы уже здесь находимся, наверное, в часе езды от Стамбула, где-то, ну, не от Стамбула, от Стамбула 4 часа до Стамбула нам ехать, в часе езды от границы с Турцией. И вот на границе с Турцией вот так у них люди живут. У них здесь приезжают туристы с Европы, с Англии много туристов приезжает. Испаноговорящих мы вчера слышали в отеле. Ну, с Европы, в общем, едут люди, непонятно зачем сюда. Наверное, за ценой, скорее всего, за ценой. И, ну, сэкономить здесь на отдыхе. А с Турцией вообще ни одной машины, я только дальнобойщиков видел, и все. И, в общем, Болгария мне почему-то совсем не понравилась. Вот в прошлый раз, когда я приезжал сюда 10 лет назад в отель, если вы приезжаете, то, конечно, 5-звездочный отель, там вас кормят, поят, развлекают. Если вы за пределы этого отеля не выходите, то да. Но если вы хотите вот так поездить, попутешествовать, мне кажется, я не знаю. Может быть, здесь, если постараться, можно что-то найти интересное. Но вот по таким дорогам ездить, путешествовать, это вообще сомнительное удовольствие. Они еще здесь лежачих полицейских наделали. Плюс ко всему, что дорога разбита. И вот виньетка. Вот, то есть, они говорят, что вы, типа, должны, чтобы по вот этой дороге проехать разбитой, убитой, у вас должна быть виньетка. В общем, едем на границу с Турцией. У них здесь есть два перехода. Один вот ближе к морю переход. Второй переход ближе к Греции. Мы поедем к ближайшему. Ну, как минимум два перехода. Вот трасса И-87 туда приходит. Мы сейчас на нее выйдем. Через 5 километров. И вот просто волна какая-то, дорога. И это вот, это не одна дорога такая. Они здесь все такие. А бывают прям такие ямы сильные, глубокие ямы. И такой перепад на легковой машине или на спортивной машине. Вот, 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 типа вот этого. Вот. Вот сильный большой перепад. И машину там может качнуть, может еще что-то. Можно дном задеть там. Ну, вариантов много на самом деле. На таких плохих дорогах они очень небезопасны. Вот еще одна яма. Прям просто асфальт провалился, шел туда. И вот это у них платные дороги вот такие. Вчера хотел вам показать. У них вот здесь целые поля, я не знаю, тысячи гектар, наверное. Подсолнухи. Они такие молодые подсолнухи, маленькие. Где-то полметра, наверное, высотой. И все засохли. Вот сколько ехали мы полей, видели с подсолнухами. Ни одного поля с подсолнухами не было, чтобы оно, ну, выросли там, созрели семечки. И все поля, прям вот сколько мы ехали, вот так вот, сколько хватало взгляда. Это все подсолнухи, вся засохшая культура полностью нафиг. Видимо, из-за того, что была жара сильнейшая в этом году. Видимо, поэтому вот такие вот посевы. И это, конечно же, крупнейший удар, очень сильный удар по аграрной промышленности здесь, болгарской. И люди потратили деньги, чтобы вспахать поле, чтобы засеять семечками. А оно просто засохло. И все, и теперь я не знаю, там какой ущерб даже будет. Вот. В Турции, в Греции там до сих пор пожары. Но в Греции, по крайней мере, точно пожары. Мы сейчас едем в Турцию, посмотрим, что там будет. Европейский маршрут, да. И вот он здесь вот так вот выглядит. Две узенькие полосочки. Вот периодически вот такие кармашки маленькие с мусором. И я вам сейчас вот, мы приедем в Турцию, я вам покажу, как там вот эти трассы и выглядят. Там они четырехполосные, с таким классным сервисом придорожным. Там такие широкие, красивые, такие ровные. То есть, там водитель минимально вообще напрягается. Она просто как магистраль, как автобаны. Все, друзья, мы наконец-то на территории Турции. Вот со стороны Болгарии здесь можно сразу сим-карту купить. Еще, наверное, что-то можно купить. Вот такие вот здесь правила, если кто забыл. Блин, я даже не помню, чтобы мы так долго проводили время. Я, наверное, Верхний Ларс даже быстрее прошел. В общем, граница, наверное, часа два у нас заняла. Во сколько мы подъехали? Ну да, где-то в 11-12 мы подъехали. Сейчас уже, возможно, уже время поменялось. Два часа. Уже два часа по местному времени. Да, мы здесь около двух часов были. Ну и вот дороги, пожалуйста, вам Турция. Вот такие дороги. Я забыл сделать страховку. И пришлось в панике покупать страховку прям-прям-прям перед пунктом. Потому что там страховка нигде, по-моему, не продавалась. Или еще что-то, я не знаю. Никогда не забывайте, когда вы переходите границу, делать страховку. Желательно как-то заранее, еще как-то. В общем, меня Европа очень сильно расслабила с заправками. Я забывал заправляться уже в Венгрии. А, не в Венгрии. В Румынии я забывал, начал забывать заправляться. И расстояния были большие между заправками. Блин, вот в Турции оказываешься как в раю, честное слово. Широкие дороги, ясно, все понятно. Люди спокойные, не дерганые, никто ничего. Мусульмане, все спокойно живут. Блин, вот в этих странах, в Румынии все какие-то дерганные. Все куда-то спешат, бегут. Еще что-то. В Венгрии я уже начал это чувствовать. Здесь все спокойно, тихо, на расслабоне. Никто не кипишует, ничего. Вот, мы перешли пункт пропуска. Как он называется там печать? Дирикой? Да. Дирикой. В общем, здесь по меньшей мере два пункта пропуска. И мы прошли вот здесь. Ну, все спокойно. Единственное, конечно, была очередь. И мы подождали все, но, короче говоря, без происшествий. Фух, та же самая трасса И-87, только она, наверное, в два раза шире, как минимум. Ну, в полтора точно. И она более прямая идет, не такая извилистая. То есть, завалов таких резких поворотов здесь намного меньше. И больше пунктов, где можно обогнать. Особенно, когда вверх идет дорога. С той стороны они перекидывают, дают обогнать грузовики. И, в общем, ну, намного как-то здесь все проще происходит. А, и еще вот эти вот кранчики будут очень часто встречаться с водой. И вот они прям пишут, что через 200 метров будет кран с водой. Эта вода питьевая. Ей можно мыть, наливать, мыться. И вообще все, что угодно ей можно делать. В Турции это очень развито, между прочим. По всей Турции. Нужно отметить, что Болгария – это первая страна Европейского Союза, где нас попросили открыть машину. Он попросил открыть заднее стекло. Спросил, сколько людей. У нас как бы спрашивали, до этого сколько людей. Но вот здесь он решил лично убедиться. И попросил меня открыть заднее окно, чтобы посмотреть, вообще есть там кто-то или нет. Вот. А когда мы въезжали, выезжали с Турции, то теоретически, ну, при желании, конечно, это очень-очень не рекомендую никому делать. Вообще это как бы уголовное дело. Но можно было и человека, в принципе, провести. Потому что никому никакого общего дела не было. Кого мы везем, чего мы везем. И вот сколько я уже езжу, катаюсь. Такого досконального досмотра, чтобы все посмотреть, все проверить, в машине вообще ни разу не было. Никогда. До Стамбула уже 220 километров остается. И вот, когда мы въезжали в Европу, когда выезжали, все вообще очень легко и просто было. То есть мы выехали из Европы в Румынию. Там нас просто попросили припарковать машину, потому что они должны были печати поставить. Потому что там, ну, редко такие машины ездят. Они обычно ездят просто там с Венгрии в Румынию, просто показывают свое удостарение, проезжают дальше и все. По удостарению личности даже паспорт не показывают. А по Европе, когда мы пересекали страну в страну, вообще там никого вопросов. Только единственное, вот из Франции, из Италии во Францию была очередь большая, потому что, я думаю, в Италии много иммигрантов и много незаконно кто там находится. И, в общем, короче говоря, там была пробка. Нам навстречу. А одна Т-400 здесь трасса только чего стоит, какая она красивая и какая она широкая, как она проходит возле моря. В Болгарии я таких дорог не нашел. Я специально хотел от Варны проехать вот в сторону Турции. И там дорога как-то вот проходила, как бы час здесь проходит. Ну, то есть далеко от моря. И, в общем, ну, все равно мы как бы все равно быстро прошли. За час, максимум за два, все прошли. Это считается быстро. Машин немного было. Я думаю, если вы приедете ночью, там будет еще меньше машин. Мы оказались уже возле Стамбула, возле мраморного моря. В прошлом году мы, в прошлый раз, мы были с той стороны и потом переехали по мосту. И вот здесь у них тоже растут подсолнухи. И вот я не могу понять, то ли они у них тоже высохли, то ли они у них просто так спеют, зреют черные семечки. Непонятно. Вот. Нам ехать до Стамбула еще примерно 40 или 50 километров. И я решил здесь проехать. Здесь дорога ТИС-100 проходит по этому побережью. И я решил проехать тоже, посмотреть, как здесь люди живут. Такое ощущение, что мы когда уезжали, топливо стоило в районе 28 или что-то типа этого. Возможно, еще лира обесценилась за это время. Нужно посмотреть. И, возможно, с ценами на них что-то произошло. Но, по-моему, топливо сейчас стоить больше стало в лирах. Еще больше. То есть у них здесь девальвация лиры постоянно идет. И, по-моему, я сегодня приеду в отель, посмотрю, по-моему, она у них опять девальвировалась. И, в общем, естественно, продукты все стали более доступными для иностранцев. Еще более доступными. Но цены на нефть, они как бы котируются на бирже. И Турция, естественно, нефть не добывает. Поэтому... О, здесь мост какой-то красивый есть. Средневековый. И, в общем, поэтому, скорее всего, цены на топливо выросли очень сильно. Да, большой такой мост. Вот. Еще хочу сказать, что, ну, такой не туристический городочек. Сразу видно. Просто турки здесь живут. Возле моря. Видимо, сами купаются, но туристы сюда не возят. Здесь нет отелей, ничего такого нет. И, ну, очень так пыльно здесь. И... Не знаю я там, какое море вообще. Чистое, нечистое. Ну, в общем, вот эти вот дома справа, это вот за ними сразу море. То есть, здесь вот так, чтобы куда-то прийти, там, в отель или еще куда-то. Здесь такого нет. Вот люди машины свои моют. Еще что-то. Отель-пляж. Вот это, видимо, европейцы на велосипедах сюда приехали, ищут где покупаться. Я думаю, не самое лучшее место приезжать купаться, отдыхать. Вот эта часть Стамбул, рядом со Стамбулом, с мраморным морем. Грязно, очень грязно. Приезжают европейцы, вот останавливаются. Я вижу, особенно немцев, очень много с немецкими номерами машин. Потому что они очень расчетливые, они очень любят Турцию, они понимают, что они платят свои евро. И сейчас, вообще, на сегодняшний день, им здесь вообще выгодно. Потому что я так подозреваю, что Лира еще сильнее обесценилась. И ну, они здесь вообще просто кайфуют. Вот с левой стороны вот эта основная Т-100 трасса стоит, и здесь есть такой байпас. По нему можно проехать, ну, не так быстро, как там, но все равно быстрее. Потому что там от светофора до светофора машины стоят. А вы здесь просто едете. И вот нужно проехать, наверное, полкилометра, чтобы был какой-то кафе, ресторан. В основном местные. В основном местные, и очень мало туристов. Несколько километров мы проехали, и вот только магазин появился. еще один мост, тоже средневековый, они его сейчас, по-моему, реконструируют, там техника строительная работает, длинный тоже мост. Сулейман великолепный, и, по-моему, он называется, и, в общем, мы въезжаем с вот этой части, с западной части в Стамбул, справа, с этой стороны у нас мраморное море, и я уже вижу, насколько это большой город, я даже не знаю, тут нам надо будет провести какое-то время, как мы здесь будем жить, с моей нелюбовью к большим городам. Стамбул очень большой город, просто невероятно большой, даже больше Анкары. Отель сегодня, он называется World Point Hotel, стоит 45 евро, или 40, что-то типа этого с завтраком, ну, весьма приличный, между прочим, за эти деньги, для Стамбула. И еще здесь есть выход на улицу, вот такой вот, вот так вот выйти можно, на балконе постоять, с видом на Стамбул. Вон там внизу все магазины, Кэрфур, Мэрфур, все вообще, мечеть вон там помолиться можно, здесь строят, я не знаю, даже сколько это, 30-ти этажку, наверное, напротив. Для кого это все строится? Ну, Стамбул, конечно же, очень большой город. И здесь, наверное, неделю даже мало пожить. Короче, а, еще подземный паркинг бесплатный, то есть, все включено в стоимость. Парковка, все бесплатно, завтра все бесплатно и 45 евро. Я думаю, нормально. Для Европы, чтобы вы понимали, вот так вот чайник, еще и с водой в придачу с чашками, это вообще роскошь. Я, когда приезжаю в Турцию, я вообще не перестаю удивляться, какие они гостеприимные, какие они молодцы в плане сервиса. Еще есть плавательный бассейн и спа, ну, если это можно так назвать. В общем, слабенький, конечно, бассейн, но вместе с тем он есть. И на массаж еще можно сходить. Здесь сауны несколько видов. Ну, вот, по крайней мере, вот такая есть сауна. Душевые, и здесь еще есть бассейн, но темно, не знаю почему. Ну, в принципе, все чисто и очень прилично. И почему-то на арабском языке дублируется. Видимо, сюда приезжают тоже арабы. Вот хамам, пожалуйста. Причем, очень прилично. Вот так он называется, 4 звезды. А вот они какие молодцы, сделали, видите, написали, что здесь breakfast, завтрак с 7 до 10 и сразу вай-фай. Это самый популярный вопрос вообще, который мы забываем спросить на reception, потом звоним, узнаем. Друзья, завтрак, здесь тоже весьма приличный. Все виды оливы, как всегда у нас халва есть. Здесь тоже очень много, как будто бы приличный, какой-то звездочный отель. Много видов сладостей всяких разных. Вот здесь тоже. в принципе, все, что вам может понадобиться, все есть. Я прям буду, наверное, вам даже рекомендовать этот отель. За эту цену вы получаете прям кучу сыровых, всяких колбасок. Ну, туристов вообще практически нет. Друзья, следующий наш отель Хилтон. Во всех Хилтонах нужно отметить, есть либо снаружи, снутри. Вот такая вот зарядная станция, и вы можете приехать на электромобиле в любой Хилтон, и там с 90% вероятностью будет зарядка. Здесь, по-моему, ЧДМа и еще что-то типа этого. Ну, с помощью карточек она заправляется. Да, похоже на ЧДМа. Очень быстро будет заряжать. Хилтон, как всегда, безупречен. Я, кстати, выбрал сам этаж и комнату через приложение сам сделал чекен. Филтон можно так делать. Номер с двумя кроватями, как правило, стоит меньше. Обратите на это внимание. И если вы забронируете за пять дней, за неделю, тоже будет цена намного меньше. Этот номер стоит около 60 евро без завтрака. Вот с таким вот видом из окна. Вон там мы жили. Где-то в том отеле напротив в Антихстане. И решили пока далеко отсюда не уезжать. Посмотреть, что здесь отель. Чтобы может быть можно было потом еще сюда вернуться. Ну в принципе весьма культурно все. Здесь есть бесплатная прачечная. Чуть вам позже покажу. Ну и Хилтон он отличается своей чистотой. И конечно же всегда будут чайники, вода будет. Вот здесь будет мини-бар. Написано, что можете сами заполнить. Ну и впрочем как бы все необходимое есть. То есть здесь очень хорошая звукоизоляция, очень чисто. Потом вот это постельное белье мне очень нравится. Оно приятное на ощупь. То есть вот где мы жили в том отеле, там как бы все вроде бы круто, но все равно как бы чего-то вроде бы не хватает. а здесь вот прямо как бы вы платите всего лишь вроде бы 60 евро, но все безупречно. Сейчас здесь скорее всего будет Netflix, YouTube, все каналы. Это тоже в принципе вот это времена, расположение сторон света, чтобы молиться. И ну как бы все равно круто. Вы приходите в отель, вы хотите как себе домой прийти и отдохнуть. Вот это вот их жидкость. Так это шапочка. Ну и это ушах ковраться. Все самое стандартное. А это мыло. А здесь есть всегда у них бальзам и кондиционер это кондиционер это такое как крем. Ну в принципе круто. И конечно же всегда будет в Хилтонах вот такой сейф ну и там для обуви фен и тапочки тоже есть. Если есть отель в отеле и бассейн я не знаю здесь есть или нет то должны еще давать халаты под контроль ну естественно вы можете всегда в таких отелях просить ранний заезд и поздний выезд если хотите подольше здесь побыть или пораньше приехать в принципе они всегда разрешают где-то до двух часов где-то трех часов быть ну и большой плюс что бесплатная парковка въезд вон там вот и прям лифт поднимает до номера в Европе наверное бесплатная парковка на сутки только парковка 20 евро 20 евро стоило бы а здесь полностью отель со всеми делами 60 стоит брачная вы должны сюда закинуть жетон жетон и вы сможете значит постирать сначала а потом высушить еще наверное сушка бесплатно а за стирку нужно заплатить такой у них зал здесь собственно и лайфхак всегда в таких местах либо есть кулер с водой либо есть в бутылочках вода и ну вот там собственно бассейн с шезлонгами можно покупаться скрыт перемещаемся потихоньку из западной части в центральную часть Стамбула на самом деле Стамбул очень большой город наверное его ширина не меньше 80 или 100 километров и вот мы сейчас едем по одной из главной магистрали это E5 E100 и там по центру у них проходит такая специальная выделенная линия для автобусов и это типа метро-баз называется или еще что-то типа этого и в общем они возят людей то есть собираются всех вот этих вот на крае города везут то есть в центр можно доехать на этом автобусе там нет никаких железнодорожных линий ничего просто автобусы ездят вот так вот и загорожено это как бы туда можно попасть только в определенных станциях и выйти тоже то есть выглядит все как метро но на самом деле там автобусы просто ездят в хаотичном порядке ну не в хаотичном естественно по своим линиям я имею ввиду ну то есть друг за другом и конечно нужно отметить что Стамбул очень большой город просто невероятно большой и со всеми вытекающими из этого вот это вот кстати мостики с эскалаторами они через эти мостики как раз туда люди поступают заходят и выходят там где-то с правой стороны у нас должно быть море я не знаю где у нас здесь уже недалеко следующий отель мы потихонечку перебираемся из одного отеля в другой и потом в итоге у нас там будет центр Стамбул здесь очень много отелей просто невероятное какое-то количество и всегда можно найти на любой вкус кошелек с завтраками с ужинами с обедами с парковками с подземными парковками со спа с бассейнами любые варианты здесь предоставляются но это конечно не про отдых это просто приехать здесь поработать чуть-чуть отдохнуть и поехать дальше то есть здесь в Стамбуле ну курортов таких нет здесь все куда-то спешат бежат и вот эта вот магистраль по всей видимости она насквозь пройдет Стамбул без светофоров без ничего и все все равно из-за того что машины перестраиваются бывают небольшие заторчики много где стройка идет строят новые дома у них здесь несмотря на то что лира обесценивается но то что лира обесценивается я думаю наоборот хорошо потому что инвесторы для инвесторов по крайней мере инвесторы могут покупать больше недвижимости и поэтому в Стамбуле соответственно в Турции могут строить больше ну вообще когда слабая валюта по отношению к другим валютам это как бы стимулом является для экономики сюда нам нужно поехать здесь периодически есть съезды заезды и вот так вот она идет прямо эта магистраль я думаю она в итоге дойдет до моста и там будет скорее всего платный мост через Босфор то есть бесплатно по идее через Босфор вы никак не можете проехать в любом случае нужно заплатить как в старые добрые времена исторически нужно было всегда платить чтобы там либо пройти на кораблях либо через него пройти всегда нужно было платить кстати в английском языке слово toll которое означает toll road исторически означало именно плату за проезд по мосту это слово было специфически именно проезд по мосту платой и потом уже оно расширило значение теперь любая дорога может быть toll вот это кофте юсуф один из моих любимых ресторанов в Турции очень бюджетно там всегда свежая вкусная кухня всегда можно покушать а вот и наш отель прямо на трассе я уже выбрал там этаж выбрал комнату она будет как раз выходить вот на эту трассу можно онлайн все выбрать мы сейчас только подойдем туда покажем паспорта и нам сразу дадут ключи у них здесь тоже целый лабиринт из парковок мы получается вот сейчас едем под отельное здание а заехали рядом со зданием и то есть под землей это минус третий наверное уровень как минимум и под землей мы сейчас проедем к лифту прям к отельному конечно у них здесь вот да вход в отель и парковки но мне стоянщик сказал что вроде бы есть но не знаю будет хорошо если есть вроде бы есть парочка мест вот с парковки сразу вход в отель и очень удобно конечно так здесь рамка все проверяют 26 этажей это самое высокое стальное здание в Стамбуле ну да этот отель сам по себе выше статусом и у него расположение лучше и вообще здесь прям вид из окна такой вау здесь прям круто конечно все мы ближе чуть-чуть к центру подъехали и сам по себе этот отель это отель дабл три вот дабл три бай хилтон то есть тот отель в котором мы жили он был хилтон гарден он чуть-чуть классом ниже этот чуть-чуть классом выше отель ну и здесь комната побольше это king room с большой кроваткой и здесь отделочные материалы прям такие классные ну да этот отель сам по себе выше статусом и у него расположение лучше и вообще здесь прям вид из окна такой вау здесь прям круто конечно все мы ближе чуть-чуть к центру подъехали и сам по себе этот отель это отель дабл 3 вот дабл 3 бой хилтон то есть тот отель в котором мы жили он был хилтон гарден он чуть-чуть классом ниже этот чуть-чуть классом выше отель ну и здесь комната побольше это king room с большой кроваткой и здесь отделочные материалы прям такие классные еще он пишет вот владимир еще он пишет ничего он пишет вот владимир здравствуйте и можно сделать там настроить приложение чтобы он сразу включал мои любимые программы когда я приеду любимые каналы здесь все то же самое все что может понадобиться в принципе все есть так мини-бар они просят депозит потому что у них здесь мини-бар вот поэтому они просят депозит 1000 лир всегда в таких отелях в принципе все то же самое просто чуть-чуть материалы получше и может быть будет расположение получше ну и соответственно цена выше а так вся косметика все то же самое ну и класс комнаты здесь выше потому что этот king room этот отель стоит по-моему 80 или 90 евро ну на 20 или на 30 процентов лучше чем тот но он того стоит потому что 14 этаж и здесь еще есть выше этажи еще на 10 этажей можно выше поселиться там вообще круто дабл 3 вам всегда дадут печенье в хилтон гарден и в хэмпелтон там не дают печенье но зато в хэмпелтон будет всегда завтрак будет что хэмптон что такое хэмптон я читал где-то что это самое высокое здание из стали в Стамбуле вот вот это вот как раз вот станция и метро автобусного метро на котором можно проехать до центра может быть мы на нем даже прокатимся потому что там в центре на машине естественно делать нечего и вот автобус как раз подъехал сейчас тут пассажиры сядут вот этот стиль напоминает чем-то стиль в отеле Акро в Анталии Акро есть отели тоже я их очень люблю Акро Ви и у них тоже такой же стиль дерево в перемешку с кожей и такие белые кроватки я сейчас спущусь прям сразу на минус 3 наверное да там же спа и короче говоря все там а вообще здесь 26 этажей то есть мы сейчас на 14 дома еще есть комнаты которые выше на 10 этажей они еще больше стоят но туда можно тоже купить в принципе пропуск здесь тоже также есть бассейн пишут что нельзя в сауну ничего наливать такая солнечная погода сегодня и полетели журавли не знаю куда они полетели в общем мы недавно читали оказывается вот эти журавли они могут высоте летать на высоте больше 6000 метров в районе 10 тысяч метров на невероятно больших высотах там ни кислорода нет вообще ничего нет даже в некоторых местах таких самолетов не летают выше эвереста а вот они могут летать когда летят куда-то на юг или еще что-то за один день могут эверест перелететь потому что там лобовое сопротивление меньше и поэтому им там проще летать а не так быстрее летать мы сейчас посмотрели по карте оказывается это не просфор это просто залив он здесь начинается и он там заканчивается здесь еще не строят высокие здания в Стамбуле потому что состмическая опасность и вот максимум здесь сколько 5 этажей наверное а вот эти вот новые здания они уже по всей видимости по новой технологии построены у них еще в этом отеле очень большой широкий такой лобби с высокими потолками и сегодня здесь выступал концерт давал пианист на рояле играл но я к сожалению это все проспал а так здесь ресторан все так грамотно расположено конечно но отель крутой мне вот этот отель понравился из всех больше всего продолжаем изучать окраины Стамбула западные запада сейчас переходим постепенно на так на ту сторону это север там на севере тоже есть один хилтон сейчас посмотрим как там в общем вот эти все три отеля в которых мы шили три ночи они очень хорошо подходят для такой транзитной остановки когда вы проезжаете мимо Стамбула или когда просто насквозь Стамбул проезжаете быстро заехать отдохнуть и как бы все больше здесь делать нечего потому что здесь большие расстояния ходить пешком не получится сильный ветер дует движение сумасшедшее ну и вообще в целом здесь неудобно заниматься каким-то туризмом еще что-то просто вот отдыхать ходить в спа в ресторан и спать и все и по сути здесь больше в этой части никаких туристических мест нет и поэтому наверное здесь соответственные цены такие вот сейчас мы едем тут по бесплатным трассам есть платные трассы но они все без светофоров проходят очень быстро 80 километров ограничения по скорости наверное что-то типа нашей арабии цены на топливо 37 лир стоит 1 литр 95 я вам напоминаю когда я въезжал сюда в Турцию 2 месяца назад он стоил 25 на 10 лир меньше ну то есть за это время как бы и лира обесценилась чуть-чуть и наверное цены на топливо на нефть выросли от этого тоже сильно зависит здесь в Турции ну и в общем возможно в Стамбуле цены намного немного выше ну то есть на 10 лир за 2 месяца цена поднялась и конечно же это сейчас все ударит по продуктам питания и так далее вообще в Турции конечно страшная инфляция ну и девальвация тоже каждый год лира теряет девальвируется в 2 раза вот сколько я уже здесь катаюсь я помню в прошлом году я приезжал сюда зимой она там с 8 на 16 и сейчас уже вот почти 30 лира стоит 1 доллар 30 лир стоит выглядит наш район в котором мы будем сегодня жить он называется Каешихир по-моему если я правильно произношу но здесь хотя бы нет вот этих трасс сумасшедших и тоже как бы есть торговые центры можно прийти покушать можно наверное погулять но особо здесь не разгуляешься потому что новый район здесь просто небоскребы и опять же скорее всего он будет просто подходить людям которые проезжают мимо Стамбула потому что это все на окраине в северной части окраины Стамбула тут до центра Стамбула еще наверное километров 30 нужно ехать а и в общем это самые такие окраины но зато можно отдохнуть бюджетно то есть отели стоят в районе 50-60 евро хилтоны с хорошими кроватями высокими с хорошими подушками удобными с постельным бельем чистым и можно отдохнуть хорошо вот этот отель в котором мы сейчас едем это хилтон хэмптон они отличаются между собой их очень много и вот хилтон хэмпт они всегда предоставляют горячий завтрак то есть если дабл три или хилтон гарден там нужно покупать за какие-то деньги завтрак то здесь он будет всегда бесплатный и всегда будет входить в стоимость еще вот в этих отелях которые находятся немного так на окраине у них всегда бесплатная парковка ну и плюс ко всему здесь рядом все более такое бюджетное можно спокойно пойти в ресторан покушать то есть в Стамбуле там совсем другие будут цены вот он отель и здесь все рядом в принципе микрорайон прям в сердце находится отель вот так он называется хэмптон немаловажно что во всех хилтонах у них либо крытые вот такие вот парковки то есть вы спускаетесь доезжаете до лифта и прям с машины сразу в лифт либо парковки которые прям находятся возле отеля ну и как правило они все бесплатные но бывает конечно в Европе они там любят брать деньги за парковку мне это очень не нравится вы можете приехать заплатить за отель 80 евро а парковка будет еще плюс ко всему 15 стоить вот парковка и собственно сразу в лифт можно попасть опять друзья футболисты целая футбольная команда еще плюс ко всему день рождения по-моему у кого-то ну в общем отель конечно выглядит более бюджетно чем дабл три или даже гарден то есть это самый такой низкий сегмент но здесь зато все так по молодежному по бюджетному но кровати у них такие же в принципе и все удобства все такие же и даже скорее всего у них здесь еще лаундры есть да сразу видно что более такой бюджетный сегмент отеля но он соответственно и стоит примерно на 30% меньше и та комната которую я выбирал она еще не чистая но ее еще не почистили и поэтому мне дали этаж ниже этаж ниже но в принципе окна туда же выходят и ну достаточно большая чистая самое главное что высокие кровати и вот это вот белье хилтоновское оно очень приятное на ощупь подушки чистые и в них на них очень хорошо отдыхать вот такой вид из окна туда на торговый центр там какая-то венеция у них ну нормальная наверное из всех отелей в которых мы останавливались это самый такой и по цене хороший вариант и вон можно в магазин сходить и завтрак здесь есть и цена тоже хорошая короче все классно душ тоже ну и отель такой не затасканный а вот здесь вот косметика уже какая-то такая другая ну банки по крайней мере другие возможно будет отличаться тоже есть лосьон тоже мыло есть кондиционер есть все есть фен тоже все есть но вот этот именно хэмптон это такая самая бюджетная серия а еще телевизор меньше то есть хэмптон после него гарден идет и после него дабл 3 и после дабл 3 еще там идет все круче и круче но все равно уютно чисто вот так он называется хэмптон байхилтон холодильники в хэмптоне и в гардене будут пустые а дабл 3 там будут полный холодильник но за него нужно платить и соответственно нужно оставлять депозит так он называется это 3 звезды сегодня а в том котором мы сегодня ночевали там было как минимум 4 а вот футбольный тим который приехал сегодня либо он жил здесь либо он будет жить наверное на тренировку поехали хотя может быть они делают уже чекаут уезжают вот так он называется вот ребята пошли в футбол играть постоянно я с футболистами рядом живу не знаю почему ну и вот вот этот торгово развлекательный центр который я вам показывал здесь рядом тоже прям вот по соседству очень удобно потому что можно сойти и купить и вещи и в ресторан сходить все что угодно и вот можете посмотреть по 5 долларов тут одежда еще меньше даже и вот это 101 это самый бюджетный магазин в Турции такой продовольственный а еще здесь должен быть мигас он чуть-чуть глазом повыше здесь в этом магазине вот кошка видите живет или это кот на кота похож капец ты здоровяк Сеня ты мне пустишь цены 10 лир это 30 центов за килограмм в Европе по-моему 2 евро килограмм стоил арбузов если я не ошибаюсь ну какие-то такие невероятные там суммы поэтому мы там арбузы даже не кушали вот это электроника то есть в этом магазине можно электронику купить и продукты еще можно купить